Сейчас я вам расскажу, что будет в новой серии сериала Стамбульская невеста. Не забудьте поставить лайк нашему видео. Фарук без сознания, но в конце концов открывает глаза. Тем временем госпожа Эсма сказала, что Фарук что-то сделал, потому что Адам нашел его, когда к нему приближаются, он думает, что сделал вид, что нашел это. В гневе она звонит Акифу и приказывает ему предоставить полиции имеющееся у него доказательства об Адаме. Слава Богу, на этот раз мужчина не послушался и не отдал документы. Позже, когда она поняла, что инцидент не имеет никакого отношения к Адаму, госпожа Эсма тоже пожалела об этом. Госпожа Эсма приходит в дом Адама, чтобы поблагодарить его извиниться. Однако Адам говорит женщине, что он не хочет входить в ее семью, говоря, ваша искренность действительна только до тех пор, пока одна из ног вашей семьи не коснется камня. Когда что-то случается с вашей семьей, я первый плохой парень, который приходит в себя. Твой разум. Когда Фарук приходит в себя, наступает день матери. Госпожа Эсма просит Сюрею называть ее матерью и заменить ее своей матерью. В больничную палату Фарука входит привлекательная женщина. Когда Сюрея уезжает за границу, эта женщина, вошедшая в его жизнь, снова связывается с ним. Фарук волнуется. Женщина делает небольшой намек на Сюрею, выходя из комнаты. Позже мы узнаем, что Адам нанял эту женщину и что она была частью его плана по убийству Фарука. Со сценой «Не называй меня мамой» между Сюрией и Эсмой. Вспомнив, что она не позволила Сюрею, которая хотела позвонить матери, когда она впервые пришла в особняк, и признавшись, что если бы у нее была дочь, она бы пожелала, чтобы она была точно такой же, как она, Эсма обняла Сюрею и попросила его позвонить ее мать, и это было первое слово, которое вышло из уст Сюреи спустя годы. Насколько естественными и искренними были его слова и его манеры. Да, это было сложно, да, особенно Сюрея сильно устала за это время, но вся семья еще раз убедилась, что нет такой проблемы, которую не могли бы решить любовь и усилия. Слово «мама», которое он сказал Эсме, настолько же подходило Сюреи, насколько импровизировано в устах Ипека. Пока за ними в больнице лежал чей-то сын, чей-то любимый человек, они еще раз осознали, насколько ничтожно все остальное перед лицом жизни. Надеюсь, Эсма и Сюрея с этого момента никогда не разведут руки. В чем красота сцен, где Сюрея вспоминает свою мать? Когда мы услышали слова ее матери, мы еще раз поняли, как Сюрея стала такой женщиной. Если бы все услышали фразу «если вы будете пинать нас каждый раз», когда злитесь, мы никогда не сможем собирать осколки, мир бы. В детстве были совершенно другим местом. Давайте перейдем к Адаму, который вырос в гневе и ненависти, вдали от мирного детства Сюрея. Конечно, мы знаем, что условия, в которых они живут, очень тяжелы для матери, но все же все могло бы быть совсем иначе, если бы она не использовала своего ребенка как орудие мести, которую пыталась взять от жизни. Несмотря на то, что с момента случившегося прошло столько лет, Адам не верит, что он человек, которого можно любить. На самом деле он тот, кто преуспевает в своей работе, имеет любящую его жену и, наконец, воссоединился с семьей, о которой тосковал много лет, но он даже не может остановиться и насладиться ими, а также такими ситуациями, как тот факт, что все глаза, прикованные к нему после исчезновения Фарука, являются для него бесконечным прикрытием, и смотрите, там все равно никого нет. Он делает маску, он меня не любит. Хотя я надеюсь, что он выйдет из этой ситуации как можно скорее, он сказал ГЖСМИ, вы тот, кто ранит и причиняет боль только тогда, когда вы являетесь жертвой, я потерпевшая сторона. Не могу не упомянуть, что мне нравится фраза, мы никогда не сможем быть на одной стороне. Так продолжается очень много отношений, и одна из сторон постоянно погибает. Мисс Эсма идет к деларе и просит ее прийти и предупредить их, если Адам строит какие-либо злые планы против семьи, чтобы веревки не оборвались полностью. Ночью Фекрет встречает Адама, и они вместе выпивают. Адам говорит, что хочет передать свои акции в компании и выйти из нее. Он предлагает Фекрету купить его первым. Фекрет завидует мужчине рядом с Эсрой, которого он видит в том месте, где пьет. Ссорясь, они целуются от любви и проводят ночь вместе. Эсра говорит, что они совершили ошибку, и им не следует снова встречаться. Фекрет снова взят. Подозревая, что Фекрет не возвращается домой, хотя уже поздно, Ипек идет в дом Эсры, ждет и видит, как ее муж выходит из дома. На следующий день она ведет себя так, будто с ее мужем ничего не случилось. Она идет на работу Эсры и сообщает ей, что снова беременна. Эсра опустошен. Ипек делает новый ход. Он встречается со своим отцом, чтобы купить акции Адама. Мужчина продает всю свою недвижимость и передает принадлежащие Адаму акции БРРН Джет своей дочери. Когда Фекрет объявляет об этом за ужином, на стол падает бомба. Все реагируют по-разному. Фарук идет поговорить с Адамом, но Адам снова реагирует. Фарук какое-то время не мог нормально спать из-за головной боли. Хотя в течение дня он чувствует, что теряет сознание, он также теряет контроль над рулевым колесом в машине. Баран теряет сознание по пути к запуску самолета. Фекрет произносит приветственную речь. Дилара узнает, что у ее мужа плохие планы насчет баранов. Сюрея же переживает за мужа, который никогда и никуда не опаздывает. Кто-то отвечает на телефон ее мужа, на который она постоянно звонит, а потом телефон совсем выключается. Тот самый, где мы оставили Фарука лежать на земле, кстати, кроме Сюрея за него никто не беспокоится, он, наверное, позвонит Акифу, и они просто помирятся. Давайте поговорим о ком-то из сериала, и Пике, которому, возможно, нужно услышать эти предложения даже больше, чем Адаму. Что ты за человек, и Пикчи, что ты ненавидишь и своего мужа, и семью, ради которой ты умерла, Сюрею, Адама, а иногда даже свою собственную семью, и пытаешься обмануть их всех одновременно. Например, в какой-то момент вы очень хорошо ладите с Сюрией, и если вы остановитесь на две минуты, вы увидите, насколько вы на самом деле счастливы в этот момент, но нет, через пять минут вы говорите, а Фарук разговаривал с Адамом. Из-за тебя. На мгновение нам кажется, что вы хотите вернуть Фекрета, но нет, вы идете и пытаетесь сотрудничать с Адамом, и вдобавок ко всему вы заставляете отца купить акции Баран Джет. У вас есть сорок гребней ткани, но ни один из них не работает. Почему ты такой Ипек? Остановитесь, подумайте, дайте нам немного передышки. На этом наше видео «Стамбульская невеста» закончилось. Не забудьте подписаться на мой канал. Увидимся в следующих видео, пока.